Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Мы с вами подключились к трансляции Маргариты Песоцкой против Натали Камбон с Таиланда. Начало, вы видите, поединка за нашей спортсменкой с Украины. Очень уверенно, мало простых ошибок. А вот Натали нервничает. Это любопытно, что посмотреть на игру, когда Камбон не станет нервничать, потому что масса простых ошибок, робкая игра. Вряд ли такое будет происходить на протяжении игры из 7 сетов, но в следующих сетах. Поэтому не стоит обнадеживаться сразу, что все будет легко. Но этот сет, безусловно, очень легко складывается, очень уверенно, хорошо. Мы с Сергеем пришли пораньше в экспо-центр посмотреть, как готовятся спортсмены. И вот Соломия Братейко и Маргарита тренировались на вот этом вот 15-м столе. Отрабатывали связки, комбинации. Спортсменки из Таиланда готовились в тренировочном зале. Ну, чтобы тут, сами понимаете, все нюансы и свет, пол, что все играет роль. Это 1-64, то есть 128 спортсменок борются за попадание в 64 сильнейших в мире. Обе девушки, вы видите, исповедуют стиль нападения. Безусловно, игра против азиатских спортсменок всегда очень сложна, потому что они всегда быстрые, маневренные, хорошо как бы готовятся. Вот. Ну что, сейчас будет начинаться второй сейд. На соседнем столе встречается Индия против Египта. И здесь индийская спортсменка, спортсменка с Индии ведет 10-7. Вот. Ну, отмечу еще встречу канадки против россиянки. Канадка, правда, такая, Можанг против Марии Таилакова. И там 11-7 первый сет в пользу канадской китаянки. Ну, я вот сейчас посмотрю, и тренер канадцев тоже, скажем так, выглядит, как тренер китайцев. То есть, ну что, начинается сет. Я думаю, сейчас чуть-чуть успокоится спортсменка с Таиланда, и начнется сражение, вот. Очень так мощно начало она, да, первое очко. Небольшого роста, вот. Ну, такая взрывная, прыгучая. Такие, как бы, довольно приличные мышцы, да, на ногах, вот. Ну. Так, ну вот, подключается к нашей трансляции Сергей Барановский. Здравствуйте. Сергей, ну вот первое впечатление, ты 0-3, начало, как тебе? Да, причем предыдущий сет очень уверенно играла Маргарита, 11-2, и сейчас в начале сета вырвалась вперед при селице Таиланда, если не ошибаюсь. Ну, посмотрите, не допускают просто кашу, как начали розыгрывать. Да, ну смотри, у девочек, в отличие от мужского тенниса, в целом не страшен пропуск первого хода, потому что сила именно удара не настолько превышает скорость реакции, вот, человеческую, и вполне можно среагировать. Поэтому девочки не зло, ну, как бы, могут и срезать длинно, могут отдать, типа, начиная так, и потом входят в такую контур-игру. Поэтому здесь, конечно, абсолютно, ну, нельзя допускать какие-то простые ошибки, ой, здорово, здорово, конечно, по прямой, ну, вот, нельзя допускать простые такие нелепые ошибки, потому что это не прощается. Потому что вроде бы нападение, да, но мусора практически в женском теннисе, ну, я имею в виду мирового значения, конечно же, очень мало. Подала короткую боковую подачу, не увидела спортсменка, ну, не то, что не увидела, но не справилась, не справилась, она хотела укоротить, и, в принципе, укоротила, было бы неплохо. Ну что, 5-3, но все-таки Наталья впереди на 2 очка. Смотрите, да, хорошо, да, слева со стола, да, слева со стола, но надо было, не знаю, все-таки сдвинуться ногами, да, и перебить. Ну, очень хорошо на скорости со стола играла Комбонг. Ну, в принципе, подает подачу под струк и готовится. Ну, под активное начало, ну, можно и где-то и скинуть. Ну, 6-4, не удается как-то чуть нагнать, да, вот 2 очка, держится разрыв. Многовато, да, по диагоналям, можно, конечно, направления и прямые, и локоть, вот. Получается, что Маргарита, да, если справа, то диагональ. Ну, естественно, она умеет играть, там, в принципе, в любую точку стола, но надо постараться. Вот, в локоть, вот, в локоть, начало, кстати, а, Сергей? Лично, не сильное начало, но по месту, в локоть, и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть очко. Так, ну, что тут? 7-5, 7-5. Ну, надо, где-то надо взять 2 очка. Так, на подачах отдала, оп, так выиграть, выиграть хорошо. Иногда, чтобы нанести удар, нужно сделать шаг назад, как говорят боксеры. Поддала, приняла подрезкой, но... Не, приняла подрезкой, но очень коротко, понимаешь. И Наталья Камбонг отошла, надеясь начать атаку, но не вышло. А вот 2 очка, да, да, да. Снова начинает, кстати, ну, прямо вот видно, да, мы на трибунах сидим. Чуть-чуть нервничать Наталья, очень тоже она хочет попасть в следующий раунд. Ну, естественно, вы понимаете, что проиграл, все, как бы, в личное первенство заканчиваются твои выступления. И придется ждать еще 2 года. Ну, да, да. Кстати, сейчас сыграла по прямой справа на забеге, Маргарита. Ну, и получила удобный мяч, который реализовал. И, смотрите, 7-5-8-7. Ну, чуть-чуть поспокойнее, да, выиграть Маргарита, все-таки начинает нервничать. Азиатка. Так, ну что, с подачей направо? Да, направо, под скидочку. И здорово, здорово, 9-7. Ну, надо с этого играть, конечно, будет все-таки 2-0, хороший будет задел. Ну, кстати, Маргарита продолжает играть справа по правой диагонали. Но, тем не менее, это приносит и пока что успех. Да, но она, понимаешь, она играет тут с такой, как бы, паузой, что не совсем сразу понятно, куда сыграет. Здорово, здорово, а? В локоть. Ну что, на подачах Маргарита. Начало третьего сета. А подает такую подачу и срезала повыше, как говорят, Натана. Ну, не приняла подачу, срезала повыше, не приняла. И держит напряжение этими подачами. Смотри, направо коротко, длинно в живот. Пока есть такой перевес, в принципе, на своих подачах очень большой. Уже третий сет подряд. Хотел я поймать нашу спортсменку длины подачи, но не довольствием. Ну, Сергей, это женский теннис. Сейчас все складывается, да, такое преимущество. И кажется, все, но, поверьте мне, может все круто, все измениться. Дай бог, чтобы не пометялось, да, и 4-0 выиграла Маргарита. Будем надеяться. 3-1. Так, снова направо, скидка. Ну, а реализовывать удобно, аж удобно. Ну, конечно, были такие два удобных мяча. Ну, третья все-таки не простила Маргарита. Да. Ну, безусловно, болельщиков с Таиланда мы не видели. Все-таки это такая... Чего я видел? Вот они стоят. Ну, назвать болельщиками тренировок, запасных там или игроков. Вот, я имею в виду обычных болельщиков, туристов. Ой, Маргарита очень жестко и хорошо играет. 6-1, в принципе. Ну, контролирует ход матча. Приятно смотреть. Ну, надо этот сет выигрывать и, конечно, продолжает нервничать, копаться в себе Наталья Камгон. Вот, вот что-то решительно подошла к столу. Давай посмотрим, что она придумает на этот раз. Такая подачка. Так, так. Отдала ход. Ну, отдает ход. И, в принципе, да, Маргарита играет. Такое ощущение, что Наталья все время ждет каких-то ошибок. Она все время отдает. Да, отдает и ждет. Раз подставит и ждет. Ну, что, ошибешься? Ну, так, конечно, выиграть нельзя. Но на таких мячах ошибиться, естественно, невозможно. Сегодня уже наступает стадия в мужском разряде. 1,64. Столов стало меньше. Было 32 стола. А сейчас 24. Вот. Ну, и чем дальше, тем, естественно, будет меньше. Ну, что, комментировать? 9,1. Ну, здорово. Здорово. Ну, как-то как развалилась, да, девушка из Таиланда. Вот. Интересно, что секундирует ее, да? Девочка. Да, девочка. Ну, конечно, Таиланд такая страна, что, может быть, эта девочка окажется даже старше, чем Наталья. Но на вид нет. На вид девочка лет 14, да? Мало то, что старше, но еще и другого пола. Да. Юморит, Сергей. 10,2. 10,2. Ну, пока никаких шансов. Просто никаких шансов. Проблемы с приемом подачи. На своих ничего не набирает. Ну, конечно, такая здесь огромная ярмарка и различных товаров. И встречаются представители различных фирм. Все звезды тоже, да, мы уже и в предыдущих видео говорили. Ну, все, кого вы мечтали увидеть, здесь есть. Да, ну, Вальнера мы еще не видели. И Иван Лицин, и Рюссю Минни, и Персаны. Ну, все, все мировые звезды. И все они доступны, сидят буквально рядом на трибунах. И можно подойти, сфоткаться, даже что-то спросить, если знаете язык. И не отказывают поговорить. Ну, вернемся к матчу. Вернемся к матчу. Уже напоминает, это второй сет. Да, Наталья начала так на своих подачах уверенно, бодро прыгает. Такой какой-то взгляд у нее появился. 2-0. Ну, посмотрим на подачах Маргариты, что будет. Потому что большие проблемы. Да, ну, снова. Снова низ. И не смогла скинуть. 2-1. И сейчас снова думает, коротко направо или длинно налево. Держит Маргарита в напряжении соперницу. Так. Так. Ну, удалось накрутить, да. Она играет от приема вторым ходом. Нет, ну, как бы, да, да. Девочки тоже играют, но она играет вторым ходом, не нажимая по первой атаке соперницы. То есть она просто как бы возвращает блоком, и можно продолжать. Видишь, так вот опять. Подала длинную. Ну, еще сейчас бы, даже если попало, мяч летит так медленно, что можно среагировать. Ой, здорово. Здорово, да. Рисковала где-то Маргарита, смещаясь в левый угол. Но очень быстро и стремительно. 4-3. Ну, надо снова здесь наросить. Может, я позволит рисковать. Ну, ты знаешь, Сергей на таком уровне без риска, наверное, невозможно выиграть каким-то таким простым контролем мяча. Пробила, кстати, по диагонали, да, Наталья. И начало атаку. С первых очков, когда в нападении играла Натана первым ходом. Ну, слишком удобно все-таки Маргарита дала под право. И то, и то сыграли по диагонали. Смотрите, начинает давить. Но, как отбилась Маргарита. Да, сохранила контроль за мячом. И это оказалось бы статусом. Поспешила. Мне кажется, тоже так довольно, на вид немножко неуравновешенно. Таиланд как-то так. 6-5. 6-5, да. 6-6. Та как-то отошла от стола. Что, на подачах Натана? Да. Ой-ой-ой, смазал. Кто-нибудь не справился с подачей Маргарита, но Натана была не готова к этому. Ожидала как-то. А другой прием, кроме такого высокого, в центр. Бывает такое, кстати. Здорово. Стоп, два сопля. Да. Ну, край стола был. Более литературно, скажем. Маргарита, 8-7. Продолжает играть справа. Правую диагональ. Ну, слушайте, пока это приносит успех, почему бы этого и не делать. Подачи Маргариты. Думаю, сейчас будет верхнебоковая подача под скидку, да. И посмотрите, обратите внимание, как здорово меняют ритм спортсменки. Подача соперницы. Ну, очков минимум на подачах надо брать. Так, 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 так. Здорово играли. Ну, да, вот она говорит, два, то ли два края, то ли две возможности усилить было. Здорово. Здорово. Перехватила атаку Маргарита Киротовская. Да, да, да. Ой, здорово. Ну, хорошая победа, 4-0. Розырыш приносит победу нашей спортсменке. Браво, браво. 64 сильнейших. Так, ну что, услышимся в новых видео. С вами были Максим Черепнин и Сергей Барановский. До новых встреч.